Всем привет, наши друзья, наши подписчики. Иди сюда, поздоровайся. Уже наступил такой вечер. Привет всем. Привет. Всех, кто нас смотрит. Вот мы наконец-то вышли. Сейчас уже на улицу. Уже вечер, уже темно. И мы готовы выдвигаться в аэропорт Шереметьево, чтобы совершить долгожданный для меня полет. Смотрите, как Юра, смотрите, как он воодушевился. Ему это так радостно. Полет, полет. Друзья мои, я говорю, Юра, что ты взял? У меня страну. Новый. Впервые, впервые, Юра за всю жизнь едет в Турцию. Будем открывать для себя Турцию. Юра, ты все взял? Мне понравилось, как Юра вышел, похлопался. Как ты сказал? Деньги взял. Деньги, документы. Деньги взял, говорит, паспорт. А, часы взял. Деньги взял, часы взял. Ну, поехали. Мы сейчас доедем до дома родителей. Там заберем Лену. И папа нас отвезет на машине в Шереметьево. И мы будем вам все показывать. Как настроение? Отлично? Ну, волнительно как-то. Волнительно. Как перед каждой поездкой. Все, ладно. А, чемоданы покажу потом в аэропорт. Самое лучшее, это, конечно, сесть на свою машинку, да? Главное, пристегнуться. Когда садишься, обязательно надо пристегиваться. Обязательно. Для безопасности. Мы сейчас пристегнулись. Ну что? Поехали. Поехали. Привет, Лишки. А мне проводили. Ну, что они в такой холод подали? Конечно уже. Привет, привет. Давай, заходим. Привет. Папулька наш. Мама тоже провожала. Мама говорит, боюсь, говорит, в темноте идти до дома. А я не, холодильная такая. Куда? Папулька, давай. Пока, пока. Спасибо большое. Спасибо. Юра молодец, он же по-летнему. Нет, нет, я хорошо себя чувствую. Главное, что у меня надежда. СМСки. Итак, а, маски, маски не забудь одеть. Все. Чемоданы легкие. На улице холодно, 11 градусов. Юра бодро идет. Чемодан, смотрите, тайский. Вот это тоже в Таиланде покупали. Очень мне нравится. Такой хороший. Так, заходим. Обязательно маски. Ты, наверное, уже отвык от такого, да? Я уж тысячу лет маску не одевал. Не, не тысячу лет. Тысячу лет не летал с января месяца. Еду с блогерами. Смотрите, Юра блогер, Лена блогер. Чемодан только, Юр, не забудь. Тоже, видите, из Таиланда чемоданчик такой у нас. Поехали. Итак, летим мы в Марморис. Никогда не были. Аэропорт Шереметьево. Были. Терминал Д. Юра, помнишь терминал Д? Мы в Грузию улетали? Угу. А ты что там снимаешь? Боже. Отправил. Отправил клиенту. Отправил. Что ты все, отчет, отчет сейчас. Да, чтобы они знали, что я уехал. Не, не, Юра, одевай маску как следует. Я вижу, люди без маски ходят. Безопасность. Да ладно, но все люди нормальные. Ну, Сиран, ну, хотя бы уже смотри, какое оживление. Мы когда приехали во Внуково, это самые первые рейсы запустили. Было вообще так. Прямо открылись все бизнес-залы, стали кафе открываться. Сейчас посмотрим, что здесь работает у нас. Как я не привык к маске в этой комнате. Юра, говорят, что в Мармарисе ходят маски везде. И вот у тебя шок будет первый раз. Ты будешь в шоке от Турции, да? Мы посмотрим. Конечно, посмотрим. Ответствует ли это действительности? Ну да, написано. Насколько масочный режим соблюдается? Нет, люди написали, что с 7 числа, то есть со вчерашнего дня, ввели ограничения, что на пляже будут в масках и везде. Так, какие у нас стойки регистрации? Команда УХ. Юра, ты все еще на бирже до сих пор? Пока есть интернет, слышишь, пользуйся. Я просто смотрю, что в обменнике 85.50 продают доллар. Я думаю, может быть, тут что-то уже на бирже. Думаю, может, на бирже что-то произошло, обвал какой-нибудь. Но нет. Все нормально, пойдемте на стойку регистрироваться. Очень неудобно у нас сложилась ситуация, что в рюкзаке нужно сдавать. Чемодан. Хорошо, чемоданы пустые. Да нет, у меня тоже поместится, просто чехол неохота снимать. Рюкзак поместился, и все. Повернись сзади. Хорошо, что у меня... Смотрите, с каким, Юра, рюкзаком. Там у нас пауэрбанки остались. Это скажешь, что нетрадиционная ориентация, да? Еще раз, да. Кто нам писал раньше? Мы летели компанией Ямал. Это была... Это все зависит от разных компаний. В общем, самая счастливая компания. Нортвинд мы же сдали. Представляете, у меня легчайший, легчайший рюкзак был. Сдали. Вытащили с чемодана. Хорошо вот этот цветной. А, смотрите, получается, у нас же зарядки и документы. И получается, можно, представляете, вот только такую сумочку. В общем, я на самом деле в шоке, Юра, ты. Я уже ничему не удивляюсь. Ну, иди. Я, говорит, ничему не удивляюсь. Потому что сейчас вот... Убери телефон. Смотрите, никак он, никак не... Мне просто интересно. Это интернет у тебя еще чуть-чуть есть. Потому что я пока в стране нахожусь, я... Да. Интересно, что происходит на бирже. Лена, я хотела спросить, а если бы у меня ноутбук был, тоже бы отправили сейчас? Нет, ноутбук можно с собой, но ты бы сейчас было тащила в руках. Какое счастье. Первый раз в жизни не взяла ноутбук. Юра, ты видел хоть раз такой аэропорт пустой? Я... Что-то вообще мне все это так непривычно. Я даже... И даже немножко напрягает, да? Непривычно для меня это как-то... Как будто я это... На необитаемом острове, да? Тут вообще что-то... Ну, в какой пойдем? Санкт-Петербург или Москва? Санкт-Петербург или Москва? Санкт-Петербург, на ароматы посмотрим. Пойдемте. Это традиция. Побрызгаться? Да. Пойдемте. А, ну пойдемте там вход-то, Юра. Ну, вы мне не предлагаете их купить. Лена, вход-то здесь. Я не могу чисто оценить сам по-каромакству. Вообще-то мне сказали снять рубашку с пуговицами. Сказали снять... Нет, я говорю обувь. Ну, у тебя вроде бы не и то, что... Тебя тоже заставили ее переодеться? Ты так потеряешься по самому. Юра, давай сюда хотя бы паспорт. У ваших пуговиков всегда привычка сзади все носить. Это чужой карман. Давай сюда свой документ. Да, так называется. Юра. Давай, иначе ты так и будешь. Это вылетит и будем искать. Как итальянцы в России будем в кино. Так, Лен, пойдемте. Слушай, одни. Одни. Вообще никого нет. Ау, вы где? Шанель. Коко. 44 евро. Так. Вот цены. Цены, конечно, 124 евро. Девушка говорит, что не работает. Все объединили. Это парфюмерный, а алкоголь отдельный. И смотрите, нет пробников, я так понимаю, сегодня. Ага. Пробников нет. Побрызгаться не удастся. Лена, да, покупает все духи. Мы с тобой ничего, как всегда, не покупаем. Не, но это временно. Мы, конечно, тоже потом в Турции что-нибудь купим. Не загадывай. Смотрите, какие оттенки. 5 штук. 40 евро. Блески. Ну да, цены, конечно, не детские. Так, мы сейчас с вами пойдем в бизнес-зал, который называется Москва. И скоротаем там время. Посидим. Даже не знаю, как мне в маске так. Одевать, не одевать. Но пока здесь людей нет. Сейчас, наверное, возможно, ближе к рейсу будет большое количество людей. Сейчас мы просто одни идем, гуляем. И Санкт-Петербург закрыт. И мы идем с вами в Москву. Посмотрим, что там. Да, смотрим. Чейканал Узбечка. Открыто, кстати. Здесь все открыто. Да. Смотрите, как красиво сделано. Все-таки нравится мне оформление всегда, как они делают. Национальные ковры. Помнишь, вот это проходили? Мы когда в Таиланд летели, почему я помню, Москва. Мы тогда улетали с F, а Лена улетала с D, помнишь? И мы очень долго переходили с терминала в терминал. Нам бизнес-зал тогда понравился. Но мы, по-моему, были с тобой в Санкт-Петербурге. Ну и куда мы дальше? Выход на посадку, Юр. Надо спросить, где бизнес-зал Москва. Ну, сейчас спросим. Давай. Я что-то не помню, где он находится. Прошли? Сумочкой с такой. Идет, как колхоз, смотрите, с пакетом, который... Я упрала пляжную сумку. Но она у меня, разумеется, в чемодане за чехлом. Мне очень неудобно ее доставать. Поэтому такой пакет меня просто спас. Так я сама не ожидала. Это была нормальная цвитная сумка. Не очень большая, между прочим. Лена, я еще думаю, знаешь, этот пакет, значит, вот все-таки какая-то судьба. Знаешь, он лежал рядом, думаю, зачем он мне нужен? Думаю, ну ладно, пусть будет. И положила, представляешь? Слушай, мне нравится. Слушай, мы еще никуда не улетели. Уже блуждаем, слышишь? Битый час. Ходим, не можем найти бизнес-зал. Мы на ночь не едим, слышишь? Только ароматами... Мы на ночь не едим. Мы сегодня работали так, что у нас в 5 часов вечера был только обед. Но опять же, смотри, бизнес-то право. А где Москва? А, вон, прямо Москва. Господи, ходим по кругу. Да вон указатель. Вот, прямо стрелка. Но мы любим ходить, что-то. Ходи да ходи, да? А у меня есть тоже пара банка, если что. Москву. Заходим. Представляешь, Юра, и в бизнес-зале мы опять... Это одни почти. Давай посмотрим, что здесь перекусить. А, шампанское есть, интересно? Ой, смотри, как хорошо. Ой, класс. Лена, все, что мы хотим. Вино игристое, сухое. Это интересно, за деньги, нет? Нет. Лена, все, что нам нужно, здесь есть. Ой, сок томатный. Классно. Наверное, мы будем сегодня кушать. Так. А, капуста цветная, гречка. Так. Котлеты рыбные. Суп лапша, суп фасолевый. Кстати, такой хороший ассортимент. Сыр виолы можно покушать будет. Где Юра? Где Юра? Ну, да, а здесь возьмем и там сядем, да? Да. А, там тоже самая зона, да, раздача? Ну, зона, но... Ну, там напитки не больше. Ну, давайте тогда туда пойдем. Нравится, что в любом бизнес-зале, смотрите. Смотрите, какие акции хорошие. 30 тысячи кораблей лужи. Было 2800, 250 грамм. Ну, пойдем, покажешь, где мы сядем. Парень у нас с девичьим рюкзаком. Смотрите, какой потолок красивый. Вот табло рейсов. Давайте, давайте здесь. Очень классно. А мы кушать будем? Кушать будем. Ну, давайте. Все, оставляй, пойдем руки помоем тогда. А массажных кресел нет? Нет кресел. Ну, давайте. Нам все равно... А почему так близко? Посерединке. Ну, чтобы здесь еще ходить. Давай, давай. А, чтобы близко ходить? Ну, да. Разумно. Садить будем туда сначала. Не, ну, вот здесь в краю сесть, потому что сейчас малость людей еще придет. А там внизу не хотите сесть? Зачем? А там внизу по два сиденья. Дай. Ну, хороший такой. Пить этот маска. Так, пойдемте. Руки помоем. И... А, ну, здесь, наверное, можно без маски ходить. Все, уже с этими масками, как говорится, едет кое-что. Так, Юра, мы идем в Вумен. Мне что нравится? Здесь вот индивидуально все и классно. Я говорю, я уже... Я уже даже не знаю, когда мне маску снимать. Когда в маске идти, когда снимать. Ну, я положила по формам, именно. Угу. Наблюдается режим маски, видите? Угу. Все. В перчаточках. Даже не знаю, что покушать. А, винегретик можно, да, покушать? Угу. Вилерой-бош. Вилерой-бош? Да, бош. Ну, да. Вилерой-бош супчик. Ну, вот я суп фасолевый с кукурузой. А, ну, давай. Не, я знаешь... А котлеты ровные я хочу вот эти вот. Горячие. Я буду, Нану. Просто застык, кто его прибор, где лежать. Вилочка, тихо. А это рыбная, а это котлета мясная. Вот. Яичка отварная с шампиньонами. И вот эти вот фасоли. Юр, ты взял на меня эти крылышки? Хлебушек. А, хаула есть. Юра надвигает на булочке. Юрой худеть не надо. Так, Юрик, приятного аппетита. Спасибо. Ну, давайте поднимем за отпуск. Лен, такое платье у тебя красивое. Бокал. Да. Яркое. Мне понравилось тем, что рассветка яркая. Давайте, Юра, как ты? Ты в шоке от аэропорта? Скажи, сейчас все пишут шок, шок. Тебя наводит шок, что ты один? Пока еще. Ничего, я нормальный. Адаптируешься уже, да, потихонечку? Ну, я вот... Ну, глаз уже блестит. Неожиданно это все для меня было. Нет, а что я не поняла шок-то? Ну, все, все, и любое видео открываешь, тебе шок. Я вот, допустим, в шоке, что мы одни. Нет. Пока. Ну, шок я могу для всех объяснить, что название должно быть броским и ярким. Если ты напишешь шок, значит, люди у тебя, наверное, скорее всего зайдут. Нет, я смотрю после... Если шока нет, ну... Любое видео открываешь, шок. Смотришь, где же там шок. Ты тоже можно назвать, мы в шоке. Да я в шоке. Так, я на самом деле в шоке, потому что... Где люди-то? Люди, вы где? Тогда так, название для видео. На самом деле в шоке. На самом деле в шоке. Ну, давайте, перекусим. Что ты такой сидишь усталшим же? Я думаю, что тут все-таки тяжело ночью улетать. Очень это... Я думаю, что для каждого человека все это... Юр, ну, тяжело, когда ты уже на пенсии. Ну, ты же молодой, энергичный парень. Ты сейчас сядешь в самолет, вздремнешь. Прилетим уже утро. Солнце пробивается сквозь иллюминаторы. Турция зовет тебя. Давай, давай. Я даже не представляю. Неужели я Турцию увижу? У меня вот... Я даже... А ты что, спать уже хочешь? Нет, вот какое-то у меня самочувствие такое вот, что... Отлично. Это расслабуха называется. Когда ты не за рулем. Тебе завтра никуда не ехать. Согласен? Да. Когда ты не сидишь на бирже. Ну... Ну, улыбнись. Тебе снимает скрытая камера. Ты сегодня так не танцевал утром, что ты едешь. И что случилось? Устал уже к ночи? Да устал, что-то перегорел, наверное, все это. Остаешься? Не знаю. Короче, значит, самый... Ну, уже на нейтральной территории. Самое главное, совпадают ли твои ожидания, ну, ожидания и реальность, да, будем снимать? Сейчас посмотрим мои ощущения, мое успехи новое. Почему ты, Юра, не столько лет не... Ну, повернись ты к камере, что ты сидишь где-то там, боком? Почему ты не ездил все эти года в Турцию? Почему ты никогда там не был? Ну, я же потому что консерватор. То есть, тебе Грузия, да? Поэтому, да, вот, консервативный мой подход и не дает мне поменять направление вот именно на турецкие... То есть, если бы не вот сейчас Грузия была открыта, ты бы рванул в Грузию? Ну, если бы, конечно, мы в Грузию поехали. В то же самое кафе, в тот же самый отель, да? Ну, в отель-то не знаю, а вот в ресторан мы тот же точно пришли бы. Хотя, вот, нам сказали, что Армения уже открыта с 11-го числа. Это еще не факт, обещают открыть. Юра, говорит, уже перегорел, он уже сидит, говорит, тяжело ночью, пенсионер летит. Слышишь? Я патички хочу. У нас мама, Юра, мы в 4 утра вылетали в этот, в Анталию. Ну, мама всегда хочет спать. Ну, мама бодрячком летела. Ну, даже и Ваня бодрячком летела. В отличие с этой Юрочкой уже примарировали. Не, ну, вино. Вино и... Мартини. Да, вот все это. А, ты мартини выпил? Иди, конечно, садись в кресло, мы тебя разбудим. Да нет. Мы без тебя не улетим. Да, не переживай. Мы скажем, с нами еще один парень. Кто вас знает? Да нет, не волнуйся. Это как это с легким паром. Кто летит в Петербург? Слышишь, мы улетели... Кто летит в Ленинград? В Дарамана, Юра летит в Стамбул. Слышишь? Ты летишь в Ленинград? Я не лечу, и я не лечу. А кто летит? А кто летит? Ух, Юрка, Юрка, ладно. Скоро уже пойдем в самолет. Будешь отдыхать. Не скоро еще. Скоро. Юра, ты решила освежиться все-таки кофе, да? Я решил кофе, да. Смотри, что я принесла, Юра. Это жесть. Но это такой вкусненький вкусняшечки все. Юра. В общем, жесть. Жесть? Потому что конец диеты. Потому что... Потому что иногда у людей бывает срыв. Угощайся вот этой беленькой. Вот эту, попробуй. Мне кажется, это как вкусняшка вообще. Ну-ка. Как? Вкусно, да? Угу. Обратите внимание на Юру. Какие мужики нынче слабые пошли. Все. Смотри, посидел. Посмотрим. Начались оскорбления. 20 минут первого. 20 минут первого. Юра уже все, говорит. Ну, он с меня воскокался. Я в 7 встала. Воскокался. Ну, он так же, как... Нет, он так же, как и я встал. Я всегда рано встаю. Это раньше тебя. Почему раньше меня? Ну, я встаю, у меня в 7 будильник звонит. Нет, у меня уже сидит. Он уже сидит в наушниках. Значит, он встал по... Ладно, спи, маленький, спи. Хочу сказать, что народ радуется, отдыхает. Все в ожидании самолета. Такие самые классные мгновения. Пойдем, Оксана. Я не могу, у меня 200 долларов тут. Ты же с собой забыла. Нет, а ты говоришь, Юрия оставь. Я оставляю. Ты говоришь, Юрия оставь. Юру самого унесу. Так, теперь, значит, мы читаем комментарии дня на нашем канале. На Ленина мы почитали, посмеялись. Теперь на нашем. Значит, что пишут мне? Какие мне важные, важные... Нет, я хочу сказать, что Оксане мало очень пишут плохих комментариев, слава богу. Но случается иногда. Значит, читаем. Уважаемая ютюберша. Ютюберша. Как вы уже тебе телефон подкачете? Пожелание, чтобы вы во время съемок своих сюжетов больше акцентировали на съемке переднего фронта и боковых видов. Время своего движения. Наверное, во время, но пропущено. То есть, как снимает авторегистратор на автомобиле. То есть, без меня. Так хочется посмотреть на все впереди и вокруг, а в итоге приходится созерцать ваше лицо. А дальше... Особенности Пашева не совсем идеального кожного покрова. Сейчас, подождите, я переверну, где у меня... Потеряну. Не-не-не, сейчас. Симметричного взгляда. Поверьте, это очень напрягает. Хотелось увидеть, как обстоит дело с работой. Или не работой магазинчиков, кафешек. В рапорту Внукова пишет. В рапорту Внукова. Не получилось. Хотелось взглянуть в иллюминатор на подлете к Анталии во время посадки. А в итоге увидели только фейс кинооператора. Примите наши пожелания к сведениям. Поверьте, тогда у вас будет намного больше подписчиков. С наилучшими пожеланиями отличного отдыха в вашей семье. Подожди, а кто это написал-то? Сергей Шевцов. Сергей Шевцов написал. Причем вот такие вот какие-то прям совсем гадкие комментарии. Мужики пишут. У меня тоже вот по Крыму был один мужчина, который писал. Прям почему-то недоволен и постоянно был. Ну что ты на это ответишь? Ты просто снимаешь только свое лицо. Знаешь, как Шевцов? Сергей, да. Ну Сергей. Сергей. Сереженька. Как папа наш? Сереженька. Сереженька. Да нет. Дело в том, что каждый сам себе режиссер. Что такое блогер? Блогер это режиссер. Я вот вижу... Нет, я вижу ситуацию так. Я снимаю себя. Мне кажется, что я, снимая себя, нахожусь в диалоге со зрителями. То есть они видят меня. Ну это один момент. А во-вторых, что блогер и вообще блогер, это прежде всего личность. Вот того, кто снимает. То есть если кто-то хочет посмотреть вот именно красоты турции, непосредственно, то есть много, во-первых, фотографий. Во-вторых, видео, которые без блогеров просто картинки там покажут. Но ему интересно было, как открылся аэропорт Внукова. Я показывала свой неровный фейс. Человек хотел информативное видео. Ну понятно. Но мне кажется, что многие очень блогеры снимали аэропорт Внукова. В тот день, первый день открытия, я думаю, что немногие блогеры летели в этот день. Ну тогда учись пожелания и совмещать и то, и другое. Ну как бы не, но есть какое-то зерно. Да. Зерно какое-то есть. Но в принципе, как бы он, мне кажется, и тебя обидеть особо не хотел. Не хотел. Вот видно, что он так подчеркнул нюансы моей физиономии, скажем так. Но мне интересно посмотреть на людей нашего возраста, у кого идеальная кожа, идеальные люди. Да, ну есть такие? Да ладно, ерунда. Я на самом деле не обижаюсь ни на кого. Ни на Сергея, вообще никого. Так, ну пойдем будить Юру, и скоро у нас посадка в самолет. Юра спит там, с ним никакие вещи оставлять нельзя, ребят, никакие. Да я не могу, унесут. Унесут, да, на выход. Юра, Юра, смотрите, проснулся, отжал у Лены подушку. И все. Истинный мужчина. Истинный мужчина, да? Хорошо в подушке в этой? Смотри, смотри. Лена, он тебя отожмет и в полете. Нет, нет. Не получится. Не получится? В общем, язык... Это когда ты летишь ночным рейсом? Ну что ты сделал? Это не мимф мой, не мимф. Ой, Юра, Юра, Юра уже съел апельсин, чтобы посвежиться. Не помогло ли помогло апельсин? Сейчас ее санешься. А вы говорите, компания. Да у нас без ленчи... Копия эспрессо новая. Лена, смотрите, Лена налила экспрессо. Подожди, где тут у нее? Ну... Кажется, короче, сходит вот от этого семейка. Семейка дураков. Да, Юрочка? Это что, семейка? А довольный такой? А кто смотрел фильмы? Это не семейка была, была передача телесор. Нет, у нас не делал фильм был. Семейка там, собственно. У кого был? Я такой не видела. Это деревня дураков была, передача такая была. Деревня дураков. А я думаю, над фотокарточкой, сэш, для видео. В эту поездку будут Юрой. Над Юрой будем смеяться. Юра, ты что? Слушай, ты единорожек, да? Посмотри, на чем делает, Лена. Ой, я не могу. Хорошо, что тебя не видят люди вокруг. Отлично, отлично. Ты знаешь, на караке. Это про Панкова. Был герараж такой. Лена, ты не забываешь, что твоя подушка. Он с ней делает метели, ты ее как хочет. Ну, не страшно. Проспался, взял с собой коммерсанта. Идем на посадочку. Юра, какие ты газеты взял-то? РБК взял почитать? А ты что, так уже выспался? Нет, я сейчас буду спать. Ладно, друзья, чтобы для вас было неутомительно это видео, я его заканчиваю для того, чтобы начать новое. Правильно? Да. Все. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова